Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру по названию Don't Starve. Играть я буду сегодня в стандартную игру, без всяких дополнений, и я попробую испробовать нового персонажа, которого я открыл. Так, Вес, вот он. Молчун. Так, Молчалив, проблема с выживанием, создает воздушные шарики. Вот за него я поиграю. Посмотрю, что за персонаж такой, что он из себя представляет. Так, 113, 150 рассудка, 113 жизни. Ну, в принципе, на старте у робота намного меньше характеристики, все по 100. Ну, проблемы с выживанием, я так, не знаю, что они из себя представляют эти проблемы с выживанием, но у меня есть какие-то шарики. Ну, и что, шарик как шарик? Чё? Он у нас, короче, этот, Мим, или как его там правильно называют? Опа! Ничего себе! Короче, их нельзя трогать, они взрываются. И жизнь урон немного наносит. Кстати, а что если... У меня есть прикол. Сама тут. Опа, ничего себе, их можно двигать. Так. Сколько разных шариков. Некоторые блин повторяются, некоторые нет. Какие у нас тут еще есть? Всякие пауки, свинья, походу, это у нас какой-то олей. Еще одна свинья. Так. Сейчас я кое-что попробую. Блин. Ну-ка, если я их поставлю прям перед выходом, пчелы взорвутся. Так, никак не среагировали, потому что пчелы слишком далеко полотел. Не, короче, никак они не реагируют на шарики. Ну-ка, подождите, сейчас его, наверное, до... Когда они, может, домой полетят, а как-то отрагируют. Не, вообще никак. А что если... А цепная реакция. Цепные взрывы пошли. Так, нужно найти пауков. По сути, как персонаж, как персонаж просто он... Немой. То, что он даже субтитр не пишет, к сожалению. Я вообще не понимаю, о чем он. Ну-ка, а что ты думаешь насчет птиц? А, ты же топором муж, точно. А из топора убрать? Ну, вообще не понимаю, о чем ты. Ну, короче, так себе персонаж. За него даже, наверное, играть неинтересно. Ну, короче, это почти то же самое, что Вилсон. Без всяких каких-то дополнительных способностей. Но единственное, что у него... Все характеристики немного занижены. И... А, проблемы с выживанием, возможно. Он голодает быстрее. Скорее всего. И урон, скорее всего, очень маленький наносит. Этот персонаж похожий для тех, кто хочет челленджа в данной игре. Которому недостаточно просто сложности игры. И кто хочет испытать... Себя. Скорее всего, для... И этот персонаж был создан для таких людей. Ой. Так. Что это он делал? Что у него там, как появляется? В общем-то, я посмотрел информацию в интернете про данного персонажа. У него действительно голод, короче, наступает намного быстрее, чем... У других персонажей. Наверное, исключение это вот этот толстяк. То есть этот... Силач Вольфганг. У него тоже быстрого... Итог, когда он в третьей и второй форме. Когда он в первой, когда он худой, еще не накачанный. У него голод тоже нормально, так понижается, медленно. А если я перейду на вторую или третью стадию, у него сразу же начинает... Шкала голода намного быстрее, сытости намного и быстрее понижаться. Ну, ничего интересного за данного персонажа нет, кроме как просто шарики. Это для тех, кто хочет испытать себя, усложнить игру. Так что за данного персонажа я не то что в сюжет проходить, я просто так даже играть не буду. Потому что он не такой уж интересный. Да, можно попробовать себя испытать, конечно же. Даже рассудок, короче, то что я думал, рассудок поднимается с помощью шариков, а он наоборот понижается и летать он на шариках вроде как не умеет. Странные у него, короче, способности. А зато когда рассудок понижается до нуля, сразу же автоматизируется. А, подождите-ка. Это за счет... Вот, теперь я могу шарики без штрафа к рассудку. Делать. Я просто обязан сделать так. Слабый и неинтересный персонаж. В общем-то, играть за него я вряд ли когда-либо буду. Может быть, в других модах, то есть вот этих дополнениях, там типа Хамлет, или же там что-то морское дополнение, может быть, у него и будут какие-то плюсы. Но в обычную игру я, блин, играть за данного персонажа совсем не хочу. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok